Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы читаем Воскресное Евангелие Прощенного Воскресения. В этом Воскресном Евангелии затрагиваются сразу три темы. Первая тема – собственно, прощение. Вторая тема – это тема поста. И третья тема – о богатстве. И мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 14 по 21 стих. И, как я уже сказал, первая тема – о прощении. Это 14 и 15 стих этой главы. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Итак, здесь мы видим как бы дополнение к словам из молитвы Господней, которая предшествует этим двум стихам. А в самой молитве Господней, 12 стих той же главы, мы находим прошение. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «И ниже то, что мы уже прочитали, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». То есть мера того, как мы относимся к другим людям, точно может оказаться мерой того, как Господь относится к нам. И как он отнесется к нам в день страшного суда. Это та реальность, в которой мы живем уже сейчас, и которая в полноте раскроется в день страшного суда, который грядет на всю Вселенную. Иногда человек задается вопросом, а до каких пор мы должны прощать этому человеку, этому мужчине, этой женщине, этому старику? И подобный вопрос люди задают себе часто. Они хотят установить некую меру и даже готовы в некотором смысле до какого-то предела ее придерживаться, исполнять. Но давайте посмотрим, что написано в этом же Евангелии от Матфея. 18 глава, 21 и 22 стих. «Тогда Петр приступил к Нему, то есть ко Христу, и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня, до семили раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семидежда семидесяти раз». Число семьдесят семидежда – это неопределенное число. Иными словами, Христос говорит, «Прощай столько раз, сколько в этом будет нуждаться человек, который ищет твоего прощения». Но кто-то может сказать, что человек не ищет нашего прощения, но явно сделал нам много зла. Надо ли нам стремиться попросить прощения даже у него? Или как бы опережая его собственное прощение сказать, «Я тебе все уже давно простил». На самом деле мы должны прощать всем. И прежде всего потому, что мы сами нуждаемся в прощении. И если человек не ищет нашего прощения, не ждет его с нашей стороны, то нам надо наступить, может быть, на собственную гордость и сказать ему, «Я давно уже простил тебя, если ты переживаешь по поводу вот такого-то случая». Господь наш Иисус Христос взял на себя грехи и преступления всего мира. «Он, Господь Господствующих, вознесся над всем человеческим беззаконием, своим милосердием и искупил весь род человеческий». Число 77 соответствует 77 родам от Адама, первого человека, и до Иисуса Христа. И когда Христос советует Петру прощать до 77 раз, «Он может поставить себя в пример, ибо Он, взойдя на крест, взял на Себя грехи всех поколений. И не только от Адама до дней Христа, Он взял на Себя грехи всех людей, которые жили после Его смерти на кресте, которые живут сейчас, «Он взял на Себя даже грехи тех, которые будут жить еще в этом мире, родятся и будут грешить». То есть Он со Своей стороны принес полноту спасения всем, даже тем, которые никогда не просили и никогда не попросят Его ни о каком прощении. Кто-то может спросить, почему? Чтобы в день суда, когда нераскаянные пойдут в ад, никто бы из них не мог бы сказать, «Иисус не умер за меня». Нет, Господь умер за всех. Но так как человек наделен свободной волей, он сам будет решать, где он будет находиться в вечности. Как я часто говорю, свой ад и свой рай мы созидаем уже здесь, на земле. Давайте еще раз прочитаем 14-15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также в сегодняшнем Евангелии идет тема о посте. В преддверии поста. 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Пост – это блаженное, счастливое и радостное время, потому что пост – это время покаяния с нашей стороны и время Божьего прощения со стороны Создателя. «Мы сожалеем о каждом своем грехе, потому что, совершая грехи, мы причиняли боль распятому Христу, ибо Он взял на себя все грехи. И каждый наш грех – это гвоздь, битый в его руки и его ноги». Время поста – это время нашего общения с Богом, поэтому мы постимся не перед людьми, как делают лицемеры, которые принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Наш пост – он перед Создателем. И далее мы читаем. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Давайте посмотрим, что еще говорится о посте. в Священном Писании. Это книга пророка Исаии, 58 глава, с 5 по 10 стих. «Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал», – говорит Господь. «Разреши оковы неправды, разбежи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя придет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопеешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из сердца твоего ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Вот таким должен быть наш пост, который мы совершаем перед Господом. Разделить хлеб с голодным человеком, простить людям их долги, примириться, то, что мы читали выше, с теми, с кем мы во вражде. С этого и начинается время поста в день, вечером, накануне. И третья часть сегодняшнего евангельского чтения в Прощенное воскресенье здесь сказано 19 по 21 стих «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Казалось бы, братья и сестры, вот первая часть о прощении и вторая – о посте, они взаимосвязаны. Входя во время поста, мы просим у всех прощения и сами всех прощаем. Но как с этими двумя темами связана тема о богатстве, что надо собирать себе сокровища не на земле, где воры подкапывают и крадут, а на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и тьма и ржа не разъедает. Это связано с тем, что пост с благотворительностью, как сказано в Священном Писании, молитва с благотворительностью и покаяние с благотворительностью более чем связаны. Будем стараться в дни Великого Поста с вниманием относиться к нуждающимся людям и помогать им всем возможным с нашей стороны. Пользуясь возможностью, дорогие отцы, братья и сестры, которые слушаете наши передачи, беседы на библейском портале «Экзегет», я хочу попросить у вас прощения за себя и за других пастырей, которые трудятся на этом библейском портале, за мирян православного исповедания, которые тоже трудятся на этом портале, попросить прощения и от лица тех людей, которые своей финансовой поддержкой помогают осуществлению этого проекта и сказать вам всем, мы просим прощения и от искреннего сердца прощаем всех с прощенным воскресением. Поздравляю всех с началом Великого Поста! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!